Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Ша и волшебная сказочная история «Дверь в прошлое», которую прочитает Герман, а фотографии Инны Гладышевой вы видите. Я вам всем желаю счастья, приятного прослушивания, подписывайтесь на мой канал и будьте просто счастливы! Фил открыл глаза и сразу почувствовал, что-то не так. А в следующее мгновение это чувство превратилось в уверенность. Не так было все, и прежде всего его собственный дом. Последнее, что вспоминалось из предыдущего вечера, это засыпание в постели. В своей постели. Дома. А сейчас утром, проснувшись, Фил четко осознавал, и эта мысль пульсировала в мозгу ясным тревожным сигналом. Я не дома. Где я? Что это за место? Какой-то сарай с редкими щелочками между старых досок, сквозь которые пробиваются лучи утреннего солнца, освещая ленивый танец сонных пылинок. Фил осторожно встал с того, что с трудом можно было назвать кроватью, и подошел к дощатой стене, прижавшись к узкому просвету. И тут же отпрянул, будто солнечный свет внезапно ослепил его. «Не может быть!» – стучал он в голове. «Этого не может быть!» Фил ущипнул себя за кончик носа, дернул за ухо и зажмурился на боли в глазах. Сел на свое промензированное ложе и решил, успокоившись, взвесить все, отделив сон от яры. Итак, рассуждал он про себя, вчера и лег спать, как обычно. Тогда откуда мне знакомо то, что я только что увидел в эту щель? И вообще, как я здесь оказался? Ведь это натуральное Средневековье. И даже, возможно, раньше. И вдруг Фил вспомнил. Вспомнил сон, который увидел эту ночь. От волнения он даже встал и заходил взад-вперед по своему небольшому убежищу. «Конечно, сон!» – чуть не закричал он во все горло. «Или это был не сон?» «А может быть, все случилось наяву?» Юноша вновь сел и принялся вспоминать привидевшиеся ему события. «Дом. Я помню незнакомый дом. Я там не один. Со мной друг. Это Роман. Мы ищем какую-то дверь. Заходим в темный коридор, проходим через него, попадаем в холм. И вот дверь. Мы приоткрываем ее. Да, конечно, конечно, именно это я увидел за дверью. Другое время. Прошлое. Очень далекое прошлое. Это самое место. Но стоп, мы же закрыли дверь. Затем я куда-то отлучился, потом вернулся и... Роман спустил в наше время сову из прошлого. Я еще припомнил ему Рэя Брэдбери, у которого даже убитая в прошлом бабочка способна изменить все последующие события. А здесь целая сова. Так, и что же я сделал потом? Я взял сову, открыл дверь, впустил ее внутрь. И в глазах у Фила потемнело, голова пошла кругом. Он вспомнил. Когда сова взмахнула своими крыльями, в этот самый момент ее пробила стрела. Птица, не успев еще оторваться от руки, рухнула на землю с раненым крылом. А он, придя в замешательство от случившегося, невольно перешагнул порог и оказался в прошлом перед раненой по его вине совой. Когда самообладание вернулось, желая возвратиться назад, Фил обернулся, но никакой двери на том месте не оказалось. Теперь здесь был заброшенный сарай, в котором, собственно, он и провел ночь. Но где же сова, подумал он, осматривая свое жилище. Вдруг из дальнего угла послышался неясный шорох. Фил подошел к смутным очертаниям и увидел свою пернатую приятельницу, сову, благодаря которой произошло это фантастическое перемещение во времени. Он присел на птице, взял ее в руки и увидел, что ранение действительно не очень серьезное, но летать она еще долго не сможет. Не волнуйся, мы тебя вылечим. Но сначала нам нужно найти еду и воду, только вот знать бы, где мы находимся и как все это можно раздобыть. «Мы в старой английской деревне, расположенной глубоко в лесу, вдали от цивилизации, деревне язычников, которые охраняют своих богов от нашествия носителей веры в одного бога», – вдруг сказала сова человеческим голосом. Фил отметил про себя, что голос у совы девичий и очень даже приятный. И спросил, «Ну как же ты разговариваешь с человеческим голосом?» «Так случилось, что в сову меня обратила моя бабуля. Она колдунья и очень сильная, сильнее нашего шамана. Ее единственную он и боится, потому что знает, что бабуля точно уверена в его темной силе. Он черный шаман и не может помогать людям. Его все боятся. А почему же твоя бабуля не может стать шаманкой вместо него? «Люди-то знают, кто в действительности обладает силой», – спросил совсем взбитый из толку Фил. Люди, конечно, знают. Бабуля и была шаманкой нашего племени, но теперь она уже старенькая. Да и шаманить ей было отпущено всего семь бубнов, а это 21 год. По истечению срока она должна была умереть, но жива до сих пор. Своё мастерство она передала мне. На Большом Совете решили, что я буду шаманкой аж 12 бубнов. Это 36 лет. Но только после того, как будет разоблачен наш теперешний черный шаман. Он узнал об этом решении и убедил всех соплеменников, что пора принести богам человеческую жертву. Он убедил их также и в том, что жертвой должна быть внучка бывшего шамана племени, которая единственная сможет договориться с богами об урожае, плохо уродившемся в этом году, и об удачной зимней охоте, от которой будет зависеть все племя. Он бросал кости и призывал духов помощников. И все указывало на то, что его жертвой должна стать именно я. «А как же ты оказалась в будущем? Меня туда отправила бабуля. Она знает заклинания, которые нейтрализуют активную сторону прошлого, и от таких внезапных посетителей, как я, не бывает вреда. Все было бы хорошо, если бы ты не вернул меня сюда. Твои опасения были напрасны, а вот теперь мы оба в настоящей опасности». «Что же делать?» Осознав свою ошибку, вслух подумал Фьюн. Однако услышать ответ ему не удалось. Дверь в сарай с шумом распахнулась, и на пороге во всем своем колдовском великолепии возникла фигура местного шамана. Фьюн и сомневался. Это был именно он. Длинный балахон, состоявший из множества пестрых, давно не стиранных ленточек, дюжина амулетоподобных украшений на груди, невероятных размеров головной уборочек шкуры некогда очень пушистого зверя, по краям которого было прикреплено штук шесть, а то и восемь хвостов зверей той же пороги. Этот человек, не обиженный богами, не ростом, не внушающий мужа с внешним видом, коротко и очень резко приказал невидимым слугам взять их. И в ту же секунду в сарай ворвались полупрозрачные темные фигуры. На первый взгляд это были призраки, однако их хватка оказалась абсолютно явной и неестественно сильной. Фил держал сову в руках, когда его схватили за плечи. Он инстинктивно прижал птицу к себе и попытался вырваться, но его поставили на ноги, крепко удерживая на месте так, чтобы он не мог пошевелиться. Тем временем шаман поднял свой расписанный темными знаками бубен на уровень груди и, усмехнувшись, стал ударять по нему сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, учащая ритм. Сова в руках юноши шевельнулась и вдруг выскользнула и упала на пол. Фил хотел наклониться, чтобы поднять ее, но не смог сделать ни одного движения. Когда прозвучал последний удар бубна, сова вдруг превратилась в миниатюрную девушку, беспомощную, лежащую у его ног. Ее беспомощность перед злым старцем произвела на Фила такое впечатление, что он сам, не понимая, откуда у него взялась эта сила, вдруг стряхнул головой, и невидимые путы отступили на мгновение. Этого оказалось достаточно, чтобы он успел резким движением выхватить бубен из рук ничего не подозревавшего шамана. Не думая, что будет дальше, Фил почувствовал неожиданный прилив какой-то необычной силы, которая стремительно развелась по всему телу, а затем, сконцентрировавшись в кончиках пальцев, хлынула дальше, прямо в бубен. И Фил, слившись с удивительным инструментом, ударил его явно живое тело, и впав в настоящий экстаз, как это обычно бывает с шаманами, вошел в состояние, описать которое, сколько ни пытался, потом так и не смог. Однако хорошо помнит, что с первыми звуками бубна, мощная сила, исходящая из него золотыми струнами, стала притягивать светлых существ, похожих на ангелов. Они собрались рядом с Филом. А около шамана, который выглядел совершенно потерянным, толпились черные сущности. Спохватившись, темный шаман стал кричать им, чтобы они схватили Фил и отобрали у него бубен, но юноша с невероятным наслаждением наблюдал, как каждый удар по натянутой коже волшебного инструмента и каждое движение его экстатического танца буквально оттесняют и обессиливают противника. И так продолжалось, пока шаман и его черные сущности не выкатились из тесного сарая. Фил наступал на них, и вот они уже все оказались на улице. Шаман, зажав уши руками, дрожал всем телом. Казалось, он сходит с ума от светлой силы, не оставлявшей ему ни шанса на восстановление его прежней влиятельности. Наконец Фил в последний раз ударил в бубен и, обессиленный, сел прямо на песок. Его тут же обступило все племя с благодарностью, глядя в глаза своему освободителю. Из последних сил он поднялся и вошел в сарай, где осталась девушка. Рядом с ней сидела приятная старушка с лукавым взглядом и чем-то поила внучку. Девушка открыла глаза и посмотрела на юношу, и Фил понял, что никогда не расстанется с ней больше. «Как тебя зовут?» – спросил он, не в силах отвести взгляд от ее невероятно глубоких глаз. «Ния», – улыбнувшись, сказала она. «А тебя Фил?» «Да, а откуда ты знаешь?» «Да», – вспомнил, извини, меня так называл Роман. И тут Фил вспомнил, где находится. «Что же мне делать?» – спросил он, почему-то обращаясь к пожилой женщине. «Ты – настоящий шаман», – сказала она. «Ты можешь владеть светлыми силами и повелевать ими. Ты спас мою внучку, но остаться здесь ты не можешь». «Понимаю, будет нарушена связь времен. Да, ты умен и прозорлив, поэтому самое время вернуть тебя назад в твое время». Она щелкнула в воздухе пальцами, и вместо сарая возникла та же дверь, через которую Фил проник в прошлое. Но как же безнадежно, глядя на Ния, только и смог произнести он. Он почувствовал, что без нее жизнь его будет бессмысленна в его мире. Однако и здесь ему не было места. Ния подошла к Филу, осторожно сняла маленький амулетик с шеи и повесила его на округ молодому человеку. «Ты и так многое изменил в нашем времени. Ты спас мне жизнь и вернул силу бабуле. Этот амулет соединит нас в твоем времени, не нанеся никому бреда. Иди, и мы скоро увидимся». Фил провел рукой по ее рассыпавшимся по плечам волосам, попрощался с толпящимися вокруг людьми и решительно открыл дверь в будущее. Он не помнит, как оказался дома, принял душ и уснул крепким сном. Проснувшись, первым делом проверил амулет. Он был на месте. В дверь кто-то позвонил. Накинув халат, юноша открыл дверь, и сон исчез без следа от переполнившего его внезапно счастья. На пороге стояла нея. Крепко обняв девушку, он сказал, «Прости, что ушел из твоего времени. Не знаю, как прожил бы здесь без тебя даже один день». Эта бабуля, она никогда не позволила бы такому могущественному шаману, как ты, жить без присмотра в ваше дикое время. Продолжение следует...